Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй меня грешно номер 210 события дня 2 фестол если кто не хочет трудиться то ты не ешь за 9 июля 2016 года смотрите ну а дальше объявление которое просят распространить по интернету чтобы люди знали то что и почему прошедший день у нас проходит в трудах суббота заранее уже Володя спрашивает во сколько топить баню вот интересное дело нынче все исполняется как предполагалось вдруг стали требовать санэпидемстанция слова вообще не упоминается она была главной заменили то есть хамелеон меняет окраску змея меняет шкуру в природе это существует заяц окраску зимой белые летом там серенький какой-то так эта организация Роснадзор какой надзор что за надзор что жандармы появились или ну как хочешь так и понимай но мы видим и слышим что они делают могут закрыть организацию то делать ничего не могут мешать мешать живут люди нормально тысячу лет их никто не знал не было Русь развивалась живая прибыль каждый год была 35 миллионов и жили люди босиком ходили ели пили женились умирали нет вот придумали организации они там сидят их охраняют они подают уже заранее милицию милиция тут же приезжает то есть на побегушках у них все до милиции приехали их арестовала бы им всего как бандитов нет а милиция должна им помогать дальше они подают я знать ничего не знаю подают они в прокуратуру в прокуратура слушает подают милицию милиция слушает вот что удивительно то есть а что это такое дальше начинается расследование что это организация зачем они надзирают они надзирают за тем чтобы люди не жили как бог дал по природе по сотворению а так как они закажут нацепили женщинам галстуки эти удавки и вот она теперь здесь все как ей написали так она и делает вот у нас 200 лет как потеряевки будет в следующем году 2018 200 лет купались пруды делали люди здорово нет мы возьмем анализ у нас лаборатории есть прибор который увеличивает мы инфузории найдем у них не так хвостик палочки какие-то коха найдут они купаться нельзя это серьезно они уже работают нельзя то есть полный контроль это коммунисты не делали нет даже даже эти изверги рода человеческой не фашисты не делали ничего вода пьем из колодца они люди живые здорово лучше это доказательство какое дети здоровая нет они должны набрать бутылочку привезут а люди которые знать не знают она посмотрит в особый прибор придуманный не ими которая увеличит несколько раз что находится там в воде что вода нужна для человека и человек на 76 процентов состоит из воды это ничего не значит мы найдем там что-то а что это весь воздух наполнен микробами и скажем пить нельзя только нашу воду покупайте в бутылочках которые продают или еще что-то они скажут вот теперь от них зависит и что но люди же не могут не жить взятки алтайский край самый коррупционный в россии говорили самая низкая оплата и самая богатая земля вот вот этот нонсенс кто-то будет когда-то разбирать я стал думать об этом а что это такое добивая детей и финальная юстиция просто свирепствует на входе окончательное решение не принято уже детей изымают по интернету показывают а как дети то бывает летом в лагере прекратить под нашим надзором вот обработать надо вокруг окрестность клещей не было чтобы трава мурава называется спарыш коровы едят возле лагеря нет ее надо отравить траву а потом мы молоке найдем какие-то инфузории маленько вперед глянуть то но люди то заботятся о себе и заботятся неплохо отнимают детей я вчера об этом говорил предвидится так люди будут искать защиту и самооборону займут это русский человек как хлеб толстой говорит будет поднимать дубину и бить и бить и бить это не просто так я один тут открывать и закрывать приходится будет гвоздать и гвоздать эту дубину будут искать защиты не веря в бога приведет тому что все перекинут на человеческую защиту как защититься на 100 процентов детей не отдать в детям летом даже в лагерях отдыхать если можно у бабушки с дедушкой на огороде работать они даже расти нет мы это все отнимем прокуратура у нас будет помогать а люди знают защиту где сегодня это мусульманство ислам грозная сила нависла над миром это 46 процентов мусульман уже во франции а у мусульман они не тронут ни ребенка ни детские лагеря потому что они оттуда не выйдут они их повешают на 1 осени они их ухлопают сразу и люди потянутся миллионами мусульманство их сразу поставить на пришедший прозритов этих и дается полная защита гарантия вы помните где хандокопик где было где они сразу оттуда тучей налетают то у них не убивали в утробе это у русских все ролики он с кошечкой водится собачку научил тапочки подносит он один лежит бирюк проблудил жизнь она убила всех детей жена он остался один теперь один бога не обманешь но и выше головы не вскочишь вот сегодня я выставил там роспотребнадзор потреб что он там потребляет где кого потребляет это сила придумана заново знает ли все президент вопрос если знает и дума проводит значит как говорится капец каюк амба всем начинанием по сохранению детей не будет 35 миллионов прибыль была в россии как пишет дмитрий иванович менделеев это на развороте комсомольской правды статья если большевики не победили в семнадцатом году нас было бы сегодня шестьсот пятьдесят миллионов вот какой змей горыныч пол миллиарда сожрал славян русских пол миллиарда но делать аборты в кавказских республиках тут не научили там отчасти делали и вот теперь примерках рамзан кадыров размана рамзан старается чтобы по-другому было рамзан ахматович постановил вне закона поставить аборт и не побоялся а его пути не тронет путин потому что он возвысился он теперь охраняет границы здесь дверь будет открыта не до нас будет когда эта сила двинется сюда тучей пойдет вот так а что сейчас все делается для разрушения россии и одна из этих сил это роскомнадзор вот как этот дворкин это как слепые не видят что они делают живем нормально приезжают люди 45 год ни одного больного ни одного отравленного мы ни одного погибшего ну которые погубили там где еще неизвестно кто погубил этих детей то как правило делать искусственную провокацию чтобы на этом начать разор как у гитлера поджог рейхстага я говорю ли у коммунистов покушение на ленина серьезное событие должно быть какое-то это сокрушение торгового центра зданий но дальше уже дверь открыта террор 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 пошли террористы а сами этом себе создали а тут должен быть крушение курска это уже дьявол испробовал человека убийца и ложь лжец непрерывно и все что говорят она не слышит не видит таких избирают там конкурс и она теперь с собой будет компанию и нападают ну нападают что дальше судить будем не горит уже возле против меня там возбудили дело а кто тут сергианцы вот этот дворкин еще зимой рождественские чтения уже они сидели там что-то говорили спокойно и вдруг кто-то говорит на лапке надо в роскомнадзор как загалдели они без власти это никуда не демонстер сергий строгородский этот властью то соединился они эти такие есть теперь его последователи выкормыши они такие и сразу к русскомнадзор обратиться уничтожить лагерь в изберги то они здесь у нас где ну где это собрались верующие там а теперь до горкина добрались хвост и в гриву гвоздает его шарлатан обманщик липы и профессоры наркоманы психопаты что только нет все обнаружили кого поставили то разрушители россии вот сегодня завтра об этом скажу еще сегодня что выставил то потом и вот они не дают нам жить не дают подает суд и будем то и другое делать а что они будут делать штраф а если не штраф как в америке там какой-то год я платить не буду у меня нечего платить а общину будут тогда у нас общей ни одной копейки на кого конкретно в общей наложить регистрации снимем то есть тоже тому же концу и приходит чтобы сделать вне закона а потом дальше уничтожить светильник гасит но не погасит свет в отме светит и тьма не объяла его наш лагерь это светильник сорок пятый год мы являемся примером не для россии только намного дальше будут будет известно и вот вчерашний день вдруг звонят один второй то есть эти родственному задор приехали а вам родители добровольно отдали детей ну как я бы взял ты а у вас есть доверенность от них то есть никто нет какая доверенность отдают родители в лагерь привели надо требовать не сменяться всех то есть новый документ бумажка на бумажку дети в родители здесь даже в лагере могут пребывать нет бумажка должна быть я уже знаю за этим что вызнать адреса те вода не пытались и не давал думаю дам что дальше будет кто у вас находится далее я не сразу начали долбить говорит этих которые дали детей теперь мне уже говорят заберите детей из лагеря лапкина там антисанитарии они под нашим нормам не сходятся детей заберем паника началась немедленно детей домой а у нас расхватила дороги гроза 1 2 гроза 3 за один день как кисель дороги то ну давайте детей хоть по воздуху отдать это она трясется за детей ли он кто отдал а дети требует внимание заботы привести их ко христу чтобы жили по святому евангелию знали святую библию у нас все это есть не надо и вот один другой не знает они только те люди которые у нас который адреса дал которых дети находятся здесь и вчера начали вывозить детей но некоторые месяц ровно пробыли а другие до маленькой не не дотянули это мне рассказывает это то что сейчас говорю то но и так понятно откуда бы они это знали то все и прямо приезжают видимо сказали но ему не говорите что от нас они говорят все равно говорят и вот вчера приезжали на крещение которые я их всех на своей работы приспособил поработали мы восемь человек только на одном пруду рассредоточились не нужно что-то там убирать подготавливать работу для бульдозера восстанавливать озера как пруды называют землю облагораживать они ничего не делают целая свита приезжает приехал вот еще будет выставлен на следующей неделе подполковник а чё он ходит подполковник мчс ничего нет вот если деревянный пол загорится огнетушители покупайте но не деревянным у нас глиняные как саман и покрыты рифленым палубным железом у вас тут вот земля видать это пыль это зараза то есть хоть как делать ты будешь виновен как тот волк и ягненок ты виноват уж тем хочется мне кушать сказал и в лес и гненка повалу им кушать хочется они же ничего не делают а зарплату получает и не стыдно нападают на детей на кого на сиры бесплатно содержу бесплатно более половины детей совершенно бесплатно до 70 процентов нынче вообще у людей ничего нету а они сделают почему награблено там один абрамович может все лагеря содержать каждый год и даже не дрогнет россию то отдали растащила жидовьё по всему миру израилю америки в один день еще не видите разве кому отдали россию 72 года трудились бесплатно за палочку в колхозах все отдали отдали другим это попутно говорю все раньше дел были был напряженный приехавшие на крещение пошли к батюшке у нас значимого 12 часов встречу вот тут своя работа уже баня все помылись попарились мои гости все довольны и нет роскомнадзорный идет вам решку нельзя этого делать в бане вода соприкасалась с телом как бы она не отравилась то есть понимаете антихристу нужно подготовить почву сделать людей манкуртами а здесь не такие любыми путями надо их разогнать вырвать и под норму подогнать клещей вообще ни одного нет обработать надо ну нет клещей нынче вообще амсифалитных 200 лет нету нету мы здесь не хвойный лес вообще нету все равно вот у нас пунктик написали а кто писал то кто вам составлял то но вы же знаете кто везде начальники то кто везде мозговой центр где в израиле написали вам и вы выполняете никогда этого не было обработать надо землю то есть бояться всего вот чтобы людей продезинфицировать как говорит лев толстой с марганцовкой с карболкой во рту чтобы были облитые вот как когда ящер идет по стране где-то и в это время там карантин было на всех наложить карантин нормальной жизнью с природой иванова спросить антихрист был он понимал главную болезнь не впущать быть здоровым закалять тела и нет роскомнадзор не разрешит он будет в рот заглядывать чтобы микроб один не попал не вышел из тебя еще большим размером вот это безумие сейчас идет и с радостью соглашаются люди всегда найдутся но завтра скажут у кого нет печати нет а начертания зверя 666 тех ловите и ловить будут ловить свои же родные близкие и тогда будут язвы и волшебство их исчезнет посрамлены будут как эти волхвы при моисее это будет русском надзор будет в нарывах весь страшные раны будет а где это известно 17 18 главы от крови никакой русском надзор не попал не поможет они будут все раздавлены гневом божиим за безумие которое творят на любое соглашается лишь бы платили лишь бы кормили на власти что власть за того и есть чтобы властвовать ваше время и власть тьмы христос сказал власть тьмы окутала страну не 35 миллионов прибыль а 35 миллионов убыль будет убыль от заразы это сегодня по миллиону отщелкивает смерть и не видят там их нету а что они сделают поверьте защита будет люди найдут сегодня реальная защита на земле только мусульманство это люди которые попали уже к ним они уже христианство не имеют возможности вернуться дьявол и здесь сыграет на полную катушку они-то еще не понимают далее форму одели галстуки привязали женщина в галстуке кто это видел это страшилище они ничего не понимают поэтому вчерашний день у нас вечерняя прошла сообщили что еще приехали люди из грузии мой племянник василий лапкин здесь мы пока еще есть на той неделе они думают за нас взять что арестовывать будут стрелять огнемета выжигать нас не знаю пока но дело божье мы богу верили свою жизнь и бог устроить так как мы сами не догадываемся вот богу нашему слава во веки веков посмотрите наш mail.ru сейчас не могу открыть все утро и не могу открыть и а не мог открыть форум не мог открыть открыл только канал ну и на нашем сайте я не раз показывал заряжайте воскресенье библии открытым оком это все называются ресурсы наши нет и Продолжение следует...